Снимал и она слетает и слетает. Тут надо алюминиевой проволокой плоскогубцами закрутить. Вот здесь, горловину. И еще все не набрал. Ужас. Ужас, да. Хочу немножко пояснения дать. У нас сегодня вторник, 23 июля. Это 5-литровая банка. У нас тут 20 соток картошки. Володя были на отрожке, там чистили. Трудная такая работа. А я здесь остался, ну, двое ребятишек, трое. Они до обеда тут были, маленько за мной. Каких я не добрал. Вот считай. Больше половины банки набрал. Недавно только были. Это колорадский жук. И у меня мысль были, рассуждение. Вот идем-ка сюда. Посмотри, какая картошка. Там вообще золото какая. Я так и думал. На эту картошку-то мы спасем. Но, оказывается, непросто спасти. Жук. Я все это делал, потому что у людей сегодня узаконенное беззаконие. Они могут индюха на утки женить. Индоутка. А такое бог не творил. Ну, видимо, допускаются сродстру. И вот этого жука. Вот я вот сейчас на рукавичку возьму. Это улитка. Что там у него? Видишь, какая она? Пузатые. Такие. Твердые. Ну, прямо это. И вот здесь вот пошел. Здесь вообще в прошлый раз мало было. Сегодня почти на каждом кусту. Ну да, вон они сядут. Да, это уже поднялись. Поднялись. У меня было. Ребятишки тут шли за мной следом. Они бы его взяли. А-то личинки. Вон они. Вон внизу сидят. Вон. Вот это вот, да? Да. Вот так вот. Там, вы видите, на самом стебле. Некоторые доели, даже стебли перегрызли. Ну, смотри, вот она какая. А тут картошка-то. А вон он сидит как раз. Где? А вот ниже. Ниже. Вон на том кусту. А вот это на том. Вон он. Справа руки от вас. Ну да. Вот видишь сколько? Ну, не важно. Что это такое? Я почему-то подумал. Из всех насекомых, животных, птиц, слух и мысленно проклятий не было ни одного против того, что делается этот жук колорадский. Как она там пишется? Я стал смотреть по-русски. Вон они. Вон, поднялись, видимо, они с земли. Поднялись. Они на полу были. Пореверяли и все. И вот опять уже все пожирает. Листья-то какие. Вот она какие. Только начинают вот на листе, в дребезге. Вот сейчас кое-где посмотрим. Посмотри. Мы начинаем радоваться. Хорошая картошка. Когда человек не угоден где-то, вот он, жук сидит. Да-да-да. Вот он, видишь, какой красавец. Да, красивый. Очень красивый. Я его сейчас возьму здесь. А вот еще один. Вон еще полосатики сидят. Вот он. И когда на человека что-то... Вот умер Ельцин и говорят, какой ему там памятник. Ему кол осиновый надо вбить. Кол... Вон еще один. Кол это противовес тому, что есть. Ну, это надо и снова с этим в тазик вбить и руками не бери. Человек радуется. Картошку привезли сюда. А картошка это продукт, как говорят, в Северной Америке. Колумб там открыл. Ее не было здесь. При Петре Первом особенно стали насаждать. То там Екатерина была у него, жена. И он привез, когда она знала, надо угождать. И говорит, ой, прекрасно. Будет врать-то, ее сначала сварить надо. Она на эту... На сырую сказала. И я стал думать, а почему бунты были картофельные. Не принимали люди картофель. А она стала вторым хлебом. Тут тоже вопрос какой-то. Или предчувствовали что-то, или... Я не знаю. Пока тут не дрожь. Это надо... Сколько в прошлый раз мы... Неделя прошла, наверное. Да. И усыпано буквально все. Да, вон. На верхушках полно. Это уже не было. Это вот я ушел. За это время вот они уже поднялись. Это все обхлопано было. Ребятишки тут ходили. Трое смотрели. Двое это, маленькие, пятилетние. Где? И вот человек радуется нашел. Второй хлеб. Это так здорово. Но оказывается, в этот второй хлеб колу били. В эту радость. Колорадский. Колу били. И вот человек... Это не миллионы. Я думаю, миллиарды часов потратили. Чтобы избавиться. И никак. Разные лекарства. Тут Викторитовая Сашинка ходил брызгал. Только брызгал, но на утро... Вон, полосатик. Вот и сидит. Видишь, как идет. Ну прям... Ничего нельзя сделать. Разные-разные способы придумывай. Шутейные, настоящие. Ничего никак нет. Может, вывели специальный сорт такого жука, который ничего нет. Вот рядом у нас крапива растет, прям видно. Там заросли, конопли, лопухи. Все зеленое. Ну, лекарственное. Он не берет, даже не садится на нее. Только картошку. Целенаправленное. Саранча все пожирает. Черви там. Это целенаправленное. Кол в эту радость. Может быть, его выводили долго. Ну, не знаю. Вообще, в Википедии написано, что к Мексике она пришла все это. Как? Что родоначалье вот этого жука, это Мексика. Мексика? Да. Может быть так. Ну, значит, но распространение пришло через штат Колорадо. Да. В Америке. Да. Я стал размышлять об этом деле. А как мы должны относиться к нему? Такой красивый. Вот нельзя этот... Андреевский флаг называют Колорадский. Это тоже... Ну, целый день вот сегодня я вожусь. Целый день. И мысль такая пришла. Надо все-таки посмотреть в Библии. В Святой Библии слово жук встречается только два раза. И у одного и того же пророка Иоиля. По вам ползает. По перчатке. Вот. Вот. Прицепился. Уже на перчатке сидит. Вот он. Видишь, какой красавец. Красавец, да. Ну, красивый, что скажешь-то. Но я ни разу не видал, как он летает. Да. А там написано, при ветре, при большом ветре он взлетает. Ну, может быть, и при большом ветре. И там написано, что Господь говорит, насылаю я на вас. И говорит, что не доели там гусеницы, саранча, черви. И дальше жук. Жук доест. Вот это да. Жук. Слово жук первое. Это Иоиля 1,4. А вторая глава 25 стих. Господь за прошлые годы, что вас пожирало все. Это мое великое воинство. Мое. Бог называет воинством саранчу, который все пожирает, черви, гусеница и жук. Действительно полщище. Только убрали. Вот я еще не успел уйти, а они уже верхом съедят на картошку. Сколько картошки, которая под корень съедена. Как ее дотянуть, не знаю. Отношение какое. Я не виновен. Мы просили благословения. С молитвой были. Садил ты с матушкой. Молитва была. Там она агроном. Говорили, протравливать надо. Ничего не помогает. Нам даже некоторое обвинение ставят. Вот вы десятину платите, а у вас все равно жуки поедают все. Ну, платить надо. И жуки, воинство Божие. Вот мы должны так и называть его. А когда воинство Божие наказание, страдают все. Праведник только благословляет Бога, это исправление. А грешник лютует и проклинает Божьи дела. Я пришел к убеждению, что все дышащее дохвалит Бога. Но я не знаю, его вывели, или он натуральный такой был. Вот это я не знаю. Почему такое целенаправленное, на радость человека, на второй хлеб, и туда кол убить, колорад. О, это соединительная буква, пароход и прочее. Сегодня вот я размыслил, проверил по писанию, нигде больше про него жука не вообще. Но как название ему, какое, какие жуки самые вредные, теперь любой скажет, что смотри сколько. Это не было. Это только сегодня. Вот мы только что прошли, все собирали. Я показываю, сколько их набрал. Это все поползли. Откуда они выползли? С земли поднялись. С земли. Ой-ой-ой. Ужас просто какой. Вот, вот везде. А ты ничего не сделаешь. Вот она объеденная уже. Ну, когда вставай, вставай рано и начинай. Говорят, золой надо посыпать. Посыпали золой. Золой деревянный. Деготь надо. Тут дегтя надо, бочки целые. Деготь, растворять. А другие говорят, все это испробовали, ничего не помогает. А что делать? Я не знаю, я знаю только одно, что это великое воинство Божие. Это я точно знаю. И воинство направлено на человека. А вывод человек должен делать так. Вот он. Картошка, сабота какая, смотри. Вот она, стебель вверху не были, все. Никакого хлорофила тут еще не добудешь. Вот мои размышления привели к тому, что и здесь надо богословить. Конечно, людям непонятно так. А хорошо было перепрофилировать, да, на крапиву. и чтобы он ел коноплю. Да не какую-то, выбирал ту, которую как наркотическую. У нас-то конопля не такая совсем. И вот я хотел свои размышления дать на рассмотрение тем, кто это услышит и будет. Я не просто тут работал. Я тщательно гникал в слова, откуда появилось, как люди не принимали, считали его нехорошим способом. чертова яблока под землей. А теперь мы знаем, никуда еще не пожарить, не сварить. Картошка. Картошка. Вот она выросла, картошка. Как будто мы ее ростим до этого жука. Это радость наша, а у нее кол, колорад. Мне такая расшифровка это была. И ответ, и Аиля 2,25. На кусте тоже. Все. Нет, я даже трогать не буду. Это ничего не даст. Их тут миллион. Посмотри, теперь это надо взять, снова прикрутить, ну и все на этом. Вытащишь? Да. Все? Все, да. Да, благодарим Бога, Господи. Благодарю Тебя за размышления. Если еще мы погрешили, прости нас. И сохрани нас урожай. И выдерни этот кол из радости, чтобы одна радость осталась, а кол выбросить. Мы грешники, Господи. Ну, благодарим Тебя за все, что Ты нам открываешь через Святую Библию. Да. И саранча, когда находят не в радость, там люди от него убегают. Ну, там хоть как-то могут есть даже ее сушеную. А здесь еще с ним нельзя сделать. Мы с ребятишками как-то собирали на том огородчике еще. Вернее, пололи картошку. И мне они показали. Саранча сидит, зеленая какая большая. И этого жука колорадского схватила и с головы его ест. Саранча. Это одна, два, два. Одна, да, да. Саранча. Бывает, комаров ловит стрекоза. Вот она, ну, сколько, говорит, цесарок. Никаких цесарок не хватит. Мы запускали, держали цесарок. Цесарка даже не смотрит. Это цесарке наловить, дать ей в корыто насыпать, посыпать мукой, может быть. Тогда она съест его. Как отец наш смеялся, говорит, там продавали, говорит, лекарства для блох. Говорит, а как? Ну, поймать рот разынуть и ей туда одят. Да лучше, говорит, ее ударить молотком. Вот картошка просто загляденье. Посмотри дальше. Покажи, куда. Какое? Вон оттуда дерево. 20 соток до нас еще есть. Кроме этого. Володенька тут постарался. Вон где стихия деревьев тут и дают. 20 соток. Так еще у нас в двух местах. В общей сложности там в двух местах соток пять-то есть, наверное? Ну да. Ну вот и считай. Слава Богу, поехали. Вон, слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за все.